Благослови вас Бог из Джеффертонвилля, Стат Индиана. Это письмо из Кинии Бранхама. Дорогие дети пророка, «Мы – проявленное Слово, заряжаемое Духом, слышащие голос Бога, как Он провозглашает нам. Мы – Его невеста». Отец дал Своей Церкви девять даров Духа и пятикратное служение. Но Иисус сказал, «В каждом веке Я буду обращаться к Тебе только к одному человеку». «Только один вестник для каждого века получит то, что я хочу сказать этому веку. Этот один посланник является посланником истинной Церкви. Он говорит от имени Бога через откровение. Затем послание транслируется всем, но принимается только определенной квалифицированной группой определенным образом. Каждый человек из этой группы – это тот, кто обладает способностью слышать то, что Дух говорит через верхника. Слышащие получают не свое личное откровение, не группа получает свое коллективное откровение, а каждый человек слышит и принимает то, что посланник уже принял от Бога. Как осторожны мы должны быть, чтобы слышать один голос, потому что у Духа есть только один голос, который является голосом Бога. И его не нужно доказывать, как девять, или фильтровать, как пять. Просто один голос чистого слова. Можем ли мы слушать других служителей? Да. Но главное – говорит только то, что было сказано пророкам. Другие могут и должны увещевать, учить и проповедовать, но сегодня Бог создал для нас такой путь, какого не было ни в один другой день. Мы можем услышать именно то, что Бог говорит церкви. Он сказал нам, что мы должны быть очень осторожны. Он сказал нам, а не мне, что они добавляют здесь, отнимают там, и вскоре послание перестает быть чистым. Когда слушаешь кассеты, там слово за словом. Так говорит Господь. Доказательством присутствия Духа было признание и последование тому, что Божий Пророк дал для своей эпохи, когда он приводил церковь в порядок. Вот почему мы последуем и говорим, что наш пастор – вестник седьмого ангела, и мы хотим слышать только то, что он хочет сказать. Для нас это сокрытая манна. Откровение было излито на нашего ангельского посланника. Откровение слова было дано и адресовано ему для нашего века. У него есть немного большее откровение о том, что есть Христос. Немного более высокое призвание, чем у всех остальных. Если мы не можем жить не выше, чем наш пастор, тогда мы хотим, чтобы нашим пастором был Уильям Марион Бранхом. Мы знаем, что другие не будут видеть то, что видим мы, и верят в то, во что верим мы. Но они все равно наши братья и сестры. И мы проведем с ним вечность. Но мы должны оставаться верными тому, во что мы верим, пути, который Бог показал нам для поклонения и следования за Ним. Другим так легко сказать, что мы слишком много возлагаем на посланника. Но на самом деле мы просто цитируем его. Ты должен обсудить это с Господом. Ведь это голос Божий говорит такие вещи. «Давай откроем наши сердца и разум и прочитаем, что Дух сказал нам через Своего Ангела. Грядет в мир скоро Великий Ангел Света, который придет к нам, который выведет нас, Великий Святой Дух. Придет в силе и приведет нас к Господу Иисусу Христу. Возможно, Он не будет знать об этом, но Он будет здесь в один из этих дней. Он сделает. Бог сделает его известным. Ему не придется делать себя известным. Бог сделает его известным. Бог докажет Своего Владыку. Вот что Он сказал. Когда Иисус был здесь, и они не знали Его, видишь, Он сказал, «Если Я не творю дел Отца Моего, то не верьте Мне. Если же Я творю дела Отца Моего, а вы не можете поверить Мне, то верьте делам». Так ли это? Не называет ли Он себя Великим Ангелом Света для этого дня? Мы знаем, кто это Святой Дух в нем. Но Он сказал, Он, вероятно, не будет знать этого, но Он будет здесь в один из этих дней. Святой Дух не будет знать, кто Он. Ему не нужно будет заявлять о себе. Бог сделает его известным. Итак, Он говорит, «Пророк для нашего дня – это великий ангел света, который выведет нас и приведет к Иисусу Христу посредством Святого Духа через Него. Существует откровение для нашего дня. Кто представит невесту Господу? На пастор. Но этот пророк придет и, как предтеча первого пришествия, воскликнул, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так и Он, без сомнения, воскликнет, «Вот агнец Божий, грядущий во славе». Он сделает это, ибо как Иоанн был вестником истины для избранных, так и этот человек является последним вестником для избранной и рожденной словом невесты. Зная эти истины и имея полное откровение о Нем в этот день, мы стали Его рожденной в духе, исполненной духа невестой. «Радуйтесь, невесты, вот кто мы есть». Когда рожденный духом, исполненный духом человек в вере принимает это слово в свое сердце и вкладывает его в свои уста, то это то же самое, что говорит Божество. «Каждая гора должна уйти». Сатана не может устоять перед таким человеком. Теперь между жеником и нами, его невестой, существует истинная гармония. Он показал нам свое слово жизни, и мы приняли его. Мы никогда не будем сомневаться в этом. Поэтому ничто не может причинить нам вреда, даже смерть. «Радуйся, невеста, вот кто мы есть». Слово находится в невесте, как оно было в Марии. Невеста имеет разум Христа, потому что знает, что он хочет сделать со словом. Она исполняет повеление слова во имя его, потому что у нее есть, так говорит Господь. Затем слово укрепляется духом, и оно исполняется, подобно семени, которое сажают и поливают. Оно приходит полному урожаю, служа своей цели. Мы пришли к полной жатве, и теперь служим его цели. Мы можем исполнять только его волю. Никто не может заставить нас поступать иначе. У нас есть «так говорит Господь», или мы остаемся неподвижными. Мы знаем, что это Бог в нас, совершающий дела, исполняющий свое собственное слово. Мы радуемся, потому что Пророк увидел нас за завестой времени. Когда мы все подняли свои голоса и закричали в гармонии, мы покоимся на этом. Собирайся с нами в воскресенье в 12.00 по времени Джефферсон-Вилля, когда мы услышим голос Божий, возвещающий нам тайну. Пергамская церковь, возраст, 50-12.07 лет. Брат Джозеф Бранхам. Писание, которое нужно прочитать перед прослушиванием. Книга «Числа», 23 глава, 8-9 стих. Книга «Откровения», 2 глава, 12 по 17 стих. 17 глава, 1 по 5 стих. 17 по 15. На этом мы заканчиваем письмо «Орлы собираются» от брата Джозефа Бранхама. И до следующего раза. Бог благословит тебя и шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok